Здание фасадов необходимо ремонтировать и в это должен укладывать деньги в основном городской совет. Почему? Потому что сейчас традиция передачи домов в СМД. СМД могут обслуживать дом, эксплуатировать могут дом, но архитектурные фасады они не в состоянии делать. Это очень дорогая работа, ее нужно делать, соответственно, для того нужна поддержка города. Чистота дороги, порядок, чтобы было чисто на улицах, чтобы убирали почаще, наверное, возле тротуаров часто грязи много. Вот я лично как владелица домашнего животного, да, собаки конкретно, понимаю, что вот большая проблема в центре выгуливать собак, да, то есть вот как бы нету специальной какой-то территории для этого, да, то есть приходится или далеко в парк куда-то везти, вот, ну, или какие-то урны специально для этого сделать, да, потому что, ну, действительно, не оборудованно в этом плане, не думают о домашних животных тоже. Тираспольскую развязку наконец-то закончить. Ну, больше трамваев, больше тренебусов, социального транспорта мало. Безобразно. Я живу в центре города, наш дом буквально развалился. Он 56-го года постройки, между Лениной и Екатериненской, то есть между Ришельевской. Из-под балкона валятся кирпичи, людей убивают. Безобразное отношение. К этому нужно подходить очень взвешенно. Все, что можно исправить, нужно как можно быстрее отремонтировать. А то, что нужно, ну, убрать, то, наверное, убрать. Потому что и люди стареют, и здания стареют. Вот. И если нет какой-то исторической необходимости особой, то, ну, наверное, нужно строить красивые современные дома. Хотелось бы, чтобы дороги и тротуары были как-то посимпатичнее. Потому что центр города, смотрите, яма на яме. А Дерибасовская, описанная известнейшими писателями. Люди спрашивают, где ваша Дерибасовская? Стыдно. Я работала экскурсоводом. Мне стыдно за эту Дерибасовскую. Как-то транспорт отрегулировать, чтобы он более-менее ходил нормально и не перегружал улицы. Как-то спланировать, чтобы были односторонние движения, допустим, в одну сторону, в другую сторону. Это как-то способствовало, потому что меньше было бы пробок. Это раз. А для людей где-то скамейки, чтобы можно было отдыхать. Безобразие. Я одесситка, живу всю жизнь в этом городе, люблю его. Но я считаю, что безобразно. Не любят город. Дороги, парки, больше развлечений для детей на природе, допустим. Восстановить те парки, что уже есть, и обустроить детские площадки, больше спортивные площадки возле моря, больше, чтобы зелень в городе была, чтобы было где проводить семейный отдых. Улучшить правительство какое-то маленькое. Они не понимают, что они делают. Они для себя работают, а для людей они ничего не делают. А выкладывать плиточку и там в районе вокзала или еще где-то. Это когда течет у хозяина кран или труба где-то прорвало, а он решил в предбаннике себе выложить 2 метра в этой плитке, наверное, это плохой хозяин. Это надо так не любить город, чтобы уничтожать. КОНЕЦ